Вы смотрите новости Венсполса, а значит в эфире Курзомское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. Сегодня Венсполс посетил министр обороны Раймондс Бергманис. В ходе визита составилась встреча с руководством Венсполского самоуправления, во время которой обсудили возможности сотрудничества в сфере обороны. Я рад многолетнему сотрудничеству, которое в разное время развивалось с разной скоростью. Надеюсь, что мы нашли общие точки соприкосновения для дальнейшего совместного развития. Несомненно, важно было обсудить вопросы, связанные с портом, с сотрудничеством с местными предпринимателями и о том, как их можно поддержать, чтобы не складывалось мнение, что мы просто потребители. Сотрудничая, мы можем помочь предпринимателям, а не нам. Министр поставил перед собой задачу решить вопрос судьбы трех объектов, расположенных в Сталдзене и принадлежащих Министерству обороны. Один объект находится в совсем плачевном состоянии, и долгое время его судьба никак не могла решиться. Тем не менее, Айвер Лемберг подчеркнул, что у самоуправления положительный опыт сотрудничества с Министерством обороны, и его еще можно расширять. Ему надо переварить всю информацию, которую он получил. Мы встречались и ранее. Нужно время, чтобы он смог все сформулировать, поскольку снос связан с бюджетом. Эти вопросы необходимо внести в бюджет 2016 года. Тогда и мы поймем, на какое время и на какие расходы мы можем рассчитывать. Мы информировали о положительном сотрудничестве с вооруженными силами, о том, что мы обеспечиваем их спортивной базой. Сейчас 46-й батальон «Земес Сардзе» обратился к нам с новой просьбой, и мы ее удовлетворим. Никаких проблем не возникало и у управления Венсполского свободного порта при сотрудничестве с вооруженными силами или пограничной службой, в том числе при приеме различных гостей. Мы обсудили вопросы, касающиеся нашего аэропорта. Там тоже нет никаких проблем. Раймонд Бергманис сменил на посту Раймонда Вейюниса после того, как тот был избран президентом страны. Татьяна Саксаганская, Артур Анч, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. В Венсполсе осуществляется проект, финансируемый Европейским Союзом и предусматривающий замену трубопровода теплотрассы, в связи с чем жителям некоторых домов приходится мириться с отсутствием горячей воды. Компенсацией за временное неудобство станет бесперебойная подача горячей воды и отопление в дальнейшем. Венсполщанам в этом месяце, а кому-то еще и в следующем, придется мириться с тем фактом, что будет прекращена подача горячей воды, так как в городе реализуется масштабный проект по замене старой теплотрассы на новую. В прошлые годы реконструировали магистральные трассы, например, которые находятся в Парвенсе, проходят в индустриальной зоне по лесу. А в этом году реконструкция касается внутренних дворов. Всего 9 объектов. Предприятие теплоснабжения просит клиентов отнестись с пониманием. Реконструкция теплотрассы невозможна без отключения подачи горячей воды. Период отключения горячей воды индивидуальный. Мы сделали все возможное, чтобы он был как можно короче. Отключаем воду только тогда, когда действительно невозможно проводить работу без отключения. Это происходит в тот момент, когда старая трасса демонтирована, а новая еще не установлена и не проверена. Каждый проложенный этап теплотрассы проверяется под давлением. Самое малое в два раза выше того, которое подается в отопительный сезон, чтобы быть уверенными в безопасности. На данный момент отключена подача воды в двух зданиях. Это дома, в которых сейчас ведутся работы по реконструкции, а в остальных зданиях горячая вода не отключена. Все неудобства компенсируются. Во-первых, снизится риск возникновения аварий. Во-вторых, снизится уровень потери тепла. Особенно это актуально зимой, когда минусовая температура и нельзя допустить перерывы в работе отопительной системы. Большая часть теплотрассы на участках, которые реконструируются, проложена в 70-е годы. Например, на этом участке, где мы находимся. Прошло 50 лет. Можно наглядно увидеть состояние демонтированных труб. Мы не можем рисковать комфортом наших клиентов и допустить, чтобы в отопительный сезон лопнула какая-то из старых труб. Сейчас самое время осуществлять эти работы, привлекая средства ЕС. До сих пор было реконструировано 98% теплотрассы, а по окончании реконструкции этих девяти участков будет заменено 99,6%. В масштабах Латвии это прекрасный результат, но быть лучшими – это не сама цель, главное – безопасность клиентов. Промышленная изоляция трубопровода позволяет сократить до минимума потери тепла и продлевает срок эксплуатации при минимальном обслуживании. Трубы оснащены аварийной сигнализацией. А вот так выглядят трубы, прослужившие 40 лет. Довольно драматично выглядят, а бывают еще хуже. В некоторых при демонтаже от легкого прикосновения молотка сразу появлялась дырка. Но то, что мы видим, убеждает нас еще больше, что их надо менять. Те 0,4%, которые остались – это удаленные малозначительные ответвления. В этом году генеральный подрядчик у нас – Остас Целтнекс. Они привлекли и других субподрядчиков, чтобы справиться с объемом работ. Конкретно на этом участке работает фирма «Вессеман». Все работы осуществляются согласно плану. О том, где и когда будет отключена горячая вода, можно узнать на нашей домашней страничке www.venspelsiltums.lv И, конечно, на сайте самоуправления www.venspels.lv Чтобы отключение горячей воды не стало сюрпризом, следите за информацией, которая доступна либо на доске объявлений, либо на лестничной клетке, либо в интернете. Татьяна Саксаганская, Гонда Порнец, Марти, Спутник, Курзамское телевидение. Предприятие «Венсплсилтумс» напоминает, что в связи с работами по реконструкции теплотрассы будет прервана подача горячей воды по следующим адресам. Улица Саулес, 40, 42 и 44 до 20 августа. До 28 августа и 2 сентября не будет воды на проспекте Лейлайс, 9, 11, 13, 15, 17 и Бривибас, 29 и 31. На Саулес, 116, 21 августа. По адресу Петера, 28, воды не будет с 17 августа до 21. На улице Сигулдес, 12, 12, а 14 до 21 августа будет прервана подача воды. На улице Сигулдес, 16 и 18 до 28 августа. 19 августа подключат воду на Ледотаю, 20, а 28 августа возобновят подачу горячей воды на улице Ледотаю, 22. На улице Салдуса, 1 и 3, воды не будет до 19 августа. В «Венсплсе» появился еще один популярный объект – новый фонтан на площади Лейлайс. Горожане, особенно дети, не просто любуются фонтаном, но и с удовольствием плещутся в нем. А вот городские правила запрещают это, в связи с чем Венсполское самоуправление решило внести изменения, согласно которым можно будет ходить по воде фонтана. Согласно городским правилам, в фонтанах купаться нельзя. Это относится и к солнечным лодочкам, и к фонтану возле высшей школы. Единственное место, где охотно плескались дети до сих пор, был фонтан, наблюдающий за кораблями на набережной. Так, если строго подходить, то там можно было придраться, но я сам был, когда началось это, и мне показалось, что это очень демократично и очень нормально, и вообще-то я это так и представлял, честно скажу. Ну и чтобы не было разного толкования, то мы сделаем изменения в правилах, и специально будет оговорено, что в этом фонтане можно. Чтобы в фонтане на площади леялось, можно было не боясь получить штраф, помочить ножки, городская дума готовит изменения в городских правилах, которые будут предусматривать разрешение плескаться именно в этом фонтане. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Марти Спутник, Скурзамское телевидение. Венсполское самоуправление в этом году выделило более 10 тысяч евро на пособия, предназначенные школьникам на приобретение учебных принадлежностей. На эту социальную помощь могут претендовать учащиеся школ и профессиональных учебных заведений из малоимущих семей, а также сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, обучающиеся в высших учебных заведениях. Размер пособия для детей из малоимущих семей составляет 30 евро. Сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей из малоимущих семей, учащиеся в общеобразовательных школ, получат 43 евро. Если же они учатся в учреждении профессионального образования, пособие составит 62 евро, в высшем учебном заведении – 121 евро. Пособие можно получить до 30 сентября. Для этого необходимо написать заявление в социальную службу. Если учебное заведение находится не на территории Венсполса, надо предоставить справку, подтверждающую, что претендент на социальную помощь обучается в этом учреждении. В этом году пособие для школьников размером 30 евро будет выдаваться в виде закупочной карты. Такая практика введена для того, чтобы родители использовали пособия по назначению. Остальные пособия будут выдаваться, как и прежде. Социальная служба планирует выдать пособия 300 школьникам и 25 сиротам. Через две недели в венсполских школах вновь прозвучит звонок на урок. А пока строители спешат завершить ремонтные работы, чтобы школьникам и воспитанникам детских садов было комфортно посещать учебные заведения города. Лето для школ – это пора ремонта и активной подготовки к новому учебному году. Пока ученики отдыхают на каникулах, в школах и детских садах полным ходом ведутся ремонтные работы. Осуществляется благоустройство территорий образовательных учреждений и ремонт помещений. В общем, ремонтные работы обойдутся примерно в 800 тысяч евро. Самые важные с точки зрения объема ремонтные работы проходят во второй средней школе, где ведется первая очередь строительства канализационной и водопроводной систем. В связи с этим и завершатся крупные работы по замене канализационных и водопроводных сетей. Второй крупный осуществляемый проект, который мы начали уже в прошлом году – повышение качества системы обучения в рамках программы действий. В этот проект мы вложим почти 80 тысяч. Он предусматривает оборудование более 39 классов мультимедийными системами и необходимыми материалами. Кроме того, будет подключение к интернету. Таким образом, первые и четвертые классы будут оснащены. Ремонтные работы проводятся и в учреждениях дошкольного образования. В детском саду Маргареттоне заменили крышу у второго корпуса. Традиционно летом ремонтируют классы, приводят в порядок инвентарь и фасады зданий. По словам Аллеса Славинскиса, в этом году объем запланированных и осуществляемых работ ничуть не меньше, чем в прошлом году. В целом, он остается таким же, но, однако, работ стало больше из-за проекта Дома молодежи. За недавно велись активные работы по косметическому ремонту помещений. Над осуществлением проекта «Творческий летний субботник» в Молодежном доме Управление образования Венсполской городской думы работает в рамках целевой программы Государственной молодежной политики Министерства образования и науки, на реализацию которой в 2015 году и средства государственного бюджета выделено финансирование. Открытие Венсполского молодежного дома для более широкого круга посетителей намечено на сентябрь. Также продолжаются работы по созданию Дома молодежи. Будет разработан проект, чтобы этот дом был полноценно оборудован и проведена качественная реконструкция, что позволит содействовать активной жизни молодежи. Сейчас уже почти полностью закончена работа в детских садах «Елочка», «Солнышко» и «Сказка», где проводили ремонт помещений отдельных групп. Также уже завершаются ремонтные работы в первых классах первой и второй основных школ, второй, третий, четвертый и пятый средний школ. Кроме внутренних работ проводится также ремонт фасадов, ремонт крыш, источных труб, ремонт пороков. В следующем году планируется привлечь структурные фонды Европейского Союза для усовершенствования инфраструктуры школ. Это поможет пустить свободные средства из городского бюджета на актуальные темы образования. Ольга Кавара, Инжо Ценч, Скурсинское телевидение. Этой весной в Жашцемце по улице Вирвес было начато строительство нового места отдыха и новой игровой площадки. На данный момент практически все строительные работы завершены, осталось лишь облагородить территорию. Открытие нового парка намечено на конец августа, но перед этим еще следует определиться с названием. Поэтому до 21 августа все желающие могут прислать свои идеи и названия на электронный адрес marketings.wenspils.lv Я приглашаю жителей Венспилса, особенно кто живет в районе Жашчемц, но любые. Мы там построили новый детский городок или можно назвать детский парк, где есть аттракционы, есть баскетбольная площадка, турники для упражнений на улице, дорожки, отдыха места и все. Название. До 21 августа мы ждем предложения, чтобы можно было в конечном итоге решить, как называть. Площадка оборудована тремя игровыми комплексами. Самый впечатляющий элемент – это 7-метровая башня с несколькими игровыми платформами и горкой, разнообразными качелями, возможностями для лазанья и ползания. Оборудована также баскетбольная площадка с резиновым покрытием, установлены уличные тренажеры и скамейки. В этом парке найдут чем заняться как взрослые, так и дети. Всю неделю в Венсплсе проходит ежегодный музыкальный фестиваль современных ритмов «Венсплс Грув». Каждый год исполнители разных возрастов и уровней подготовки собираются вместе, чтобы открыть для себя что-то новое и перенять опыт у музыкантов и вокалистов мирового класса. Самой юной участнице фестиваля этого года – 8 лет. В этом году фестиваль проходит в юбилейный 10-й раз. И, как всегда, принять участие и отточить свое мастерство могут все желающие, имеющие музыкальные способности. Идея родилась с открытием в Венсплской музыкальной школе поп-джазового отделения. Этот фестиваль, как мне кажется, логическое продолжение обучения этому музыкальному жанру, который только набирает свою популярность в нашей стране. Если отделения классической музыки всегда были в нашей школе, то занятия поп-джазовом жанре проходят лишь последних 10 лет. О популярности фестиваля свидетельствует количество участников. И в этом году на мастер-классы записали 60 музыкантов, желающих научиться чему-то новому. Я принимаю участие в этом фестивале, чтобы научиться новым вокальным техникам и послушать, как поют, посмотреть, как работают музыканты мирового уровня и, может, принять у них какие-то особые вокальные фишечки, которые я смогу использовать в дальнейшей жизни. На первом занятии проходит прослушивание, на котором определяется уровень подготовки. В этом году в классе по вокалу 16 участниц и трое преподавателей – я, Аня Путныня и Инга Берзеня. Как раз сейчас проходит наше знакомство и прослушивание участниц. В этом году в нашей группе девушки разного возраста – от 8 до 28 лет и с разным уровнем подготовки. Каждому участнику преподаватели стараются найти индивидуальный подход и научить чему-то особенному. Меня вдохновляют различные вокальные техники и специфики. Мне очень нравится слушать разных исполнителей и анализировать, каким именно образом каждый из них спел или исполнил то или иное произведение. Я для себя отмечаю – да, вот здесь он использует такую технику, а вот здесь перешел на другой режим исполнения. Мне очень нравится так анализировать, и я стараюсь научить этому участникам мастер-класса, натренировать их слух, чтобы потом, в своей дальнейшей жизни, они могли использовать данный навык. В рамках фестиваля были приглашены преподаватели мирового уровня из Франции, Австрии, Нидерланд и других стран. Несмотря на разную культуру и разный язык, между преподавателями и участниками уже сложились теплые творческие отношения, ведь язык музыки универсален. Да, иногда бывают моменты, что не хватает слов со стороны участников или преподавателей, но мы понимаем друг друга и обмениваемся идеями, опытом. Талантливый гитарист и преподаватель Амстердамской консерватории Эрн Харевен охотно воспользовался шансом поделиться опытом и вдохновить ребят из Латвии. В классе по игре на гитаре у меня восемь учеников, и да, я определенно вижу талант. У участников разный уровень подготовки, и, как мне кажется, главное – это поделиться вдохновением и вдохновить ребят, продолжать заниматься музыкой. Они пришли сюда, чтобы быть ближе к музыке, чтобы узнать что-то новое для себя и познакомиться с другими исполнителями. А для того, как мне кажется, вполне достаточно этих пяти дней. Да, может быть, недели мало, чтобы научиться новой технике игры на гитаре, но я верю, что после этих мастер-классов ребята придут домой воодушевленные продолжать заниматься и улучшать свои навыки игры. Я считаю, это и есть главная цель фестиваля. Если у вас особенный метод обучения, который вы используете, или может быть, вы можете показать нам что-то? Да, конечно. Больше всего мне нравится вдохновлять своих учеников и делиться с ним позитивным отношением к музыке. Нужны годы практики, чтобы отучить свое мастерство и научиться играть джаз, классику или рок. И во время этого процесса нужен наставник и проводник в мир музыки. Вот я стараюсь быть этим проводником, светом в конце тоннеля, который говорит, что все будет хорошо. И что нужно просто получать удовольствие от игры на гитаре. Я помогаю своим ученикам найти себя в музыке и в игре на инструменте. В классе у Эрона наша съемочная группа не упустила возможность познакомиться с самым юным гитаристом, 10-летним участником фестиваля. Учусь я уже три года в Пилтонской музыкальной школе по классу игры на гитаре. Я приехал, чтобы научиться чему-то новому у гитаристов с мирового уровня. Для некоторых музыкантов участие в фестивале Венсплс Грув уже традиция. И не только возможность отточить свое мастерство, но и долгожданная встреча с друзьями. Я бы хотела научиться еще лучше импровизировать. А ты бы не мог нам уже что-то продемонстрировать? Симпровизировать? Боюсь, хорошо не получится. Но я попробую. Абсолютно у всех участников будет возможность продемонстрировать все, чему они научились за эту неделю на заключительном галоконцерте. Преподаватели, в свою очередь, также готовят концерт для всех гостей и жителей Венсплса. Диана Олегнович, Андрей Кулыгин, Курзом Искать телевидение. В течение пяти дней венсполщане могли ознакомиться с таким видом спорта, как лакросс. Ежедневно на одном из стадионов города проходили тренировки в рамках спортивного лагеря по лакроссу. Что представляет из себя лакросс и насколько он завоевал популярность в Латвии, выясняла наша съемочная группа. Венсплская спортивная база предоставила возможность проведения тренировочного лагеря по лакроссу для кандидатов в мужскую сборную. Эту спортивную командную игру изобрели американские индейцы, использовавшие ее для подготовки воинов и мирного разрешения конфликтов между племенами. Это древний вид спорта, он известен за рождение Земли. Это не только развлечение, он полезен для здоровья, для духовного развития. Это наш традиционный вид спорта, которым занимаются из поколения в поколение. Американские индейцы играют в лакросс не только для того, чтобы поддержать себя в хорошей физической форме. Например, они используют лакросс для излечения больных. Если человек заболел или ему стало плохо, наша община собирается и играет в лакросс, чтобы задобрить создателя, который может даровать здоровье человеку. Райлис – лаздо американский латыш, играющий за сборную Латвии. Сам он проживает в небольшом студенческом городке под Нью-Йорком и недавно получил латвийское гражданство. В Латвии лакросс довольно молодой вид спорта, но уже есть талантливые игроки, утверждает Райлис. Когда я приехал первый раз в Латвию, не знал, чего ждать от латвийских спортсменов. Но сейчас могу сказать, что есть очень сильные игроки, которые могут выступать на американском уровне. Многолетний капитан латвийской сборной по лакроссу Юрдис Пучка увлекся этой игрой еще в школе. Наш учитель спорта Динсбах привез интересные палки в Друву. Это маленький городок недалеко от Салдуса. Нам показалось это интересным. Мы начали заниматься лакроссом. И так я в нем и остался. Команда полакросса состоит из 10 человек. Один вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих. Замена игроков может происходить неограниченное количество раз. У каждого спортсмена есть вот такая своего рода клюшка, называемая стиком, на конце которой сетка для ловли мячика. Мячик каучуковый, весом около 200 граммов. Игра проходит на футбольном поле, только параметры его чуть уже. Есть двое ворот, вот те небольшие ворота. Игра проходит 4 раза по 20 минут. Как в любом виде спорта, цель – забить больше голов, чем противник. У вратаря, в отличие от других игроков, стик намного больше, чтобы он мог ловить мяч. Как вы видите, и длина отличается. У третьего номера намного длиннее стик. С таким играют защитники. Десять лет назад была учреждена Латвийская федерация лакросса. На сегодняшний день в стране 8 мужских команд и 4 женских. Латвийская женская сборная сейчас участвует в чемпионате Европы, который проходит в Чехии. Люди интересуются этим видом спорта, но довольно сложно привлечь новых игроков и удержать уже имеющихся. Этот вид спорта визуально интересный, он динамичный. Но молодые игроки, начиная играть, сталкиваются с проблемой нехватки техники. Не могут поймать мяч. Мы делаем все возможное, организуем тренировочные лагеря, пытаясь привлечь новых игроков. Представители Латвийской федерации лакросса надеются привлечь интерес к этому виду спорта и в Венсполсе. Пока проходили тренировки, на стадионе мальчишки с любопытством наблюдали за происходящим, выражая свое желание заняться лакроссом. Начинать заниматься лакроссом можно в любом возрасте. Как только научился ходить, можешь брать стик и начинать что-то делать. Профессионально можно играть с 16 лет, но для тренировок возрастных ограничений нет. По завершении лагеря спортсмены отправились мериться с силами, с игроками сборной Польши. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзмское телевидение. Один из лидеров баскетбольного клуба Венсполс Саксо Лисвайрекс решил покинуть нашу команду и продолжить свою карьеру в литовском клубе поневежского Лэдкабелес. 29-летний баскетболист в составе команды Венсполс провел 7 сезонов и помог команде завоевать 2 чемпионских титула в Латвийской баскетбольной лиге и победить один раз Балтийской баскетбольной лиге. В прошлом сезоне Вайрекс за 24 матча Латвийской баскетбольной лиги в среднем набирал по 6,9 очков и делал по 2,3 подбора. Тем самым помог венсполчанам завоевать серебряные медали. В Балтийской баскетбольной лиге Венсполс также дошел до финала, где в сумме двух игр уступил команде Шауляй. Для Акселеса Лэдкабелес будет третий клуб вне Латвии. В прошлом он играл в составе французского клуба Бордо и представлял польский Сласк. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и приятных вам теплых выходных! С 10 по 15 августа в Венсполсе проходит 10-й музыкальный фестиваль современных ритмов Венсполс Групп 2015. Венсполс Группа – это мастер-класс у выдающихся музыкантов, концерты и джемсейшены. В этом году передают свое мастерство юным музыкантам, преподавателям из Израиля, Нидерландов, Франции и Австрии, а также латвийские талантливые вокалисты и инструменталисты. Открытие фестиваля состоится 12 августа в 19.00 на площади Дзирново. 14 августа в 19.00 состоится концерт на Ратушной площади. 15 августа в 15.00 концерт участников мастер-классов, а в 19.00 гала-концерт. Фестиваль Венсполс Групп 2015 проходит при поддержке Венсполского самоуправления Государственного фонда культурного капитала и банка Нордеобанк. Курзомское телевидение. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Все происходит прямо на твоих глазах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok